Это, прежде всего, пытки электрическим током. Страх приходит только, когда они убирают физическое воздействие и начинают как-то на тебя давить уже психологически, в том числе, например, угрозами изнасилования. Это конвейер, это очень жесткий, быстрый конвейер, как раз для того, чтобы человек не успел сориентироваться и солгать. Я был абсолютно то, что называется русскомирным человеком. Русский мир и Россия — это подвалы, да, подвалы, это война, это танки, это пьяные казаки. Звуки, от которых я проснулся, это на самом деле взрывы. Мне дали, как и всем, в общем-то, автомат. Мы понимали масштаб угрозы. Если это не касается тебя лично, то обществу плевать. Почему я вас тогда всех тварей не поубивал? Станислав, скажите, пожалуйста, вы, кажется, раньше большинство граждан Украины познакомились уже с оккупантом. Вы сомневались, что придет после 24 февраля или нет? Нет, более того, после освобождения из плена я всем и всегда пытался донести мысль, что если будет вот то, что мы называем прямым вторжением, то, в общем-то, история на Донбассе, она повторится и в других регионах Украины, а если Украина не выстоит, то и в других регионах Европы. То есть здесь разницы не будет никакой. Россия ведет себя одинаково, где бы она ни находилась территориально. Поэтому для меня вот те военные преступления, которые они уже совершили, они не являются открытием, да, каким-то сюрпризом. А тогда, как вы это говорили, как реагировали на то ваше сограждание? Достаточно холодно, то есть изоляция даже в Украине воспринималась проблемой Донбасса, это где-то там, война идет далеко на востоке, как бы в Киеве и в других регионах было достаточно спокойно, поэтому это воспринималось, ну, как такая ужасная личная история, но не более того. Ну и как вы это воспринимали? Зависит от того, в какой период. То есть как только я вышел из плена, еще были свежи воспоминания, для меня это был травматический достаточно опыт. А потом это стало работой, и я достаточно спокойно уже отношусь к людям, которые воспринимают это с холодом или даже с недоверием, как в Европе некоторые, опять же, до вторжения воспринимали. Поэтому я отношусь к этому как к рабочему моменту. Давайте напомним, как вы, в общем, попали в плен. Я, значит, с 2014 года оставался на территории Донбасса, тогда уже оккупированный, я уроженец города Донецка, то есть сам с этой территории. И с 2015 по 2017 год я работал с рядом украинских изданий, и радио «Свобода», прежде всего, украинское бюро «Радио «Свобода» в качестве такого внештатного журналиста под псевдонимом освещал жизнь в оккупации. В 2017 году меня каким-то образом нашли, я до сих пор не знаю каким, но тем не менее их местные спецслужбы, так называемое Министерство государственной безопасности, арестовало меня прямо во время очередного репортажа для «Радио «Свобода»» в центре Донецка. И с этого момента началась история моего плена, которое вылилось в два с половиной года. До этого, как вас нашли, ваши материалы, то, что вы делали как журналист, как воспринимались в центральной или западной Украине? У вас были читатели, как люди отреагировали на то, что вы рассказываете про оккупированные территории? Нужно понимать, что мои материалы были уникальным репортажем, потому что после 2014 года на той территории, ну, в течение 2014 года не осталось ни одного украинского журналиста. Да, были отдельные блогеры, которые вели какие-то небольшие блоги в социальных сетях, но я делал полноценные репортажи с видеосъемкой. Правда, для этого мне, если я, например, брал интервью местных жителей, мне приходилось представляться российским журналистом, но никто, как бы, слава богу, ни разу не спрашивал аккредитации. То есть те материалы, которые выпускал я, были достаточно уникальны, и поэтому они пользовались большим спросом, в том числе даже на Западе, да, не только в Украине. Поэтому воспринималось это все как достаточно критическая информация о том, что происходит на той территории. Что с вами происходило после ареста? Ареста вы рассказываете в книге, но можете рассказать сразу после ареста? Вы знали, что это будет надолго? Знал, но я не думал, что настолько надолго. То есть я мыслил категориями, ну, может быть, месяцев, не лет, конечно, потому что очень сложно сразу себе какой-то срок самому выписать и понимать, когда это закончится. Но что касается того, что со мной происходило, моя история – это, в принципе, такой трафарет истории 90% людей, которые попадают в систему подвалов и так называемого Министерства госбезопасности. То есть это пытки, это прежде всего пытки электрическим током. Смысл их состоял в том, чтобы выбить признание, что я не просто журналист или там публицист, а еще и работаю на, ну, в данном случае они требовали признания, что работаю на украинскую разведку, на главное управление разведки. Для чего? Им важно было показать, что я не просто политический заключенный, каким я уже стал, да, как только с момента ареста, но еще и комбатант. То есть я участник этого конфликта, я там какой-то агент украинских спецслужб, и поэтому меня законно имеют право а не арестовывать. Вот поскольку я с этим не соглашался, естественно, начались пытки электрическим током, побои. Ну, то есть это все описывается как бы тоже в книге достаточно подробно. Целая система, да, воздействия психологического и физического. В конечном итоге я подписал необходимые для них бумаги, и, в общем-то, меня спустили уже в подвал местного, вот этого Министерства государственной безопасности, где я провел первые полтора месяца. А во время притоков что самое страшное? Это физические боли или психическая травма? Дело в том, что организм настолько мобилизуется, что вы не всегда успеваете даже испугаться. То есть вы находитесь в состоянии шока, скорее шока. Но вот именно страх приходит только, когда они убирают физическое воздействие и начинают как-то на тебя давить уже психологически, в том числе, например, угрозами изнасилования. Вот тогда уже, когда ты отходишь от первоначального физического шока, приходит ощущение вот такого полноценного страха. А во время самих пыток, то есть когда тебя бьют или пускают электричество, там всё сводится к элементарным каким-то рефлексам, и даже до уровня страха чувства как бы не всегда доходят. Элементарным, значит, как двигаться? Да, сокращение мышц, например. Дышать? Да, 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 учащенное сердцебиение, сокращение мышц, там могут быть слёзы, если ударили в нос, например. Ну, то есть вот такие вещи. Думаете тогда про то, что вы оставили на свободе? А что вы имеете в виду? Ну, как бы, как бы воспитают, как бы вас во время допросов. Вы концентрировались больше на том, что происходило с вами тогда в тюрьме, или вы думали про вашу семью, про ваших близких? Нет, 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 на это нет совершенно никакого времени у вас на то, чтобы подумать о близких. Там частота вопросов, ну, происходит в интервале нескольких секунд. Если ты хотя бы на секунду задумался и начинаешь отвечать что-то не то, или просто сидишь и молчишь, пускают дальше электрический ток. Это конвейер, это очень жёсткий, быстрый конвейер, как раз для того, чтобы человек не успел сориентироваться и солгать, да, не успел солгать. Поэтому подумать о том, что у меня там осталось на свободе, это всё вот, эти мысли приходят только после того, как пытки окончены, тебя спустили уже в подвал, и тогда ты начинаешь потихоньку приходить в себя и думать, что произошло. В процессе пыток, конечно, нет. А можете рассказать, вы пишете про это, но мне кажется, это важно, чтобы вы это тоже сказали польскому зрителю. Когда вы решили, что будете описывать то, что с вами происходит в тюрьме? Как вы приняли это решение? Это буквально где-то через месяц после пыток. Я ещё находился в подвале, когда я немного отошёл физически и психологически от того, что со мной делали. Потребность писать у меня вообще была на протяжении всей моей жизни. А в данном случае это была весомая терапия, потому что физические воздействия ко мне в этот момент прекратились, но я был в очень тяжёлом психологическом состоянии, не только исходя из того, что уже произошло, но и исходя из самой атмосферы. Потому что подвал – это очень тёмное, сырое, мокрое, маленькое помещение, в котором вы находитесь изо дня в день. И, естественно, вас посвящают мысли о самоубийстве, о суициде. И не понимая, когда всё это окончится, я понимал, что мне нужно как-то трансформировать или то, что называется, сублимировать эти мысли во что-то другое. И вот тогда я нашёл буквально, там в подвале практически ничего не было, но там валялась картонная папка, я грызок карандаша. И вот в этот момент я сделал первые свои записи, они были чисто психологического характера, то есть они не касались ни охраны, ни политики, ничего. Я просто описывал свои собственные мысли, которые частично затем уже и вошли в книгу. Но там часть пропала от того, что записывали. Да, вот как раз та часть, которая писалась именно в подвале до изоляции, до того, как меня перевели в это место под названием «изоляция», она, к сожалению, большей частью утеряна, потому что я не помню тех записей. Мало того, что их забрали, но я их не смог восстановить по памяти, в отличие от тех, которые всё-таки уже писались в самой изоляции. Были такие моменты у вас, что вы жалели за то, что вы остались на Донбассе? Да, конечно. Дело в том, что я собирался уехать. То есть это был май, меня арестовали 11 мая 2017 года, и я думал, что я в конце 2017 уже уеду оттуда. Я собирался уезжать, потому что, опять же, психологически было достаточно сложно вести, что называется, двойную жизнь. С одной стороны, ты как бы обычный человек, которым тебя знают, а с другой, ты должен скрывать свою работу, вот журналистику для украинских ресурсов даже от мамы, даже от самого близкого окружения. Поэтому психологически это очень сильно давило, но вот как бы я не успел. А если бы вам пришлось ещё раз прожить вот эту жизнь, вы повторили? Мне постоянно задают этот вопрос, но у меня так и нет на него откровенного ответа, потому что когда ты сидишь в тёплой студии, разговариваешь об этом, имея уже книгу, имея определённое имя, какой-то успех, в том числе и в литературе, мне кажется, что, ну, наверное, этот опыт был нужен в жизни. Но если представить, что я опять окажусь в подвале, наверное, я бы однозначно сказал, что нет, лучше бы всего этого не происходило, никаких книг, никаких телестудий, вообще этой части жизни, чтобы её просто не было. Понятно. А во время, как вы сидели в изоляции, тогда вам приходилось думать про лагерную литературу? Вы думали, что вы как бы продолжаете то, что сделали раньше, ещё при советских временах? В таком ключе я не думал, в том смысле, что я продолжаю, просто по той причине, что не было проекции будущего. То есть я писал прежде всего для себя, для того, чтобы психологически справиться с теми мыслями, которые меня посещали. Проекта книги как таковой, да, и всего, что получилось из этого просто не было, потому что ты не знал, что будет завтра, что будет этой ночью, что с тобой сделают. Но я, безусловно, как человек, который имеет гуманитарное образование, я знал о лагерной литературе, я знал и о Солженицыне, и о Франкле, Викторе Франкле, и о многих других. И, безусловно, часть этого гуманитарного опыта, она вошла и в эту книгу. Вы думаете, что-то в вашей жизни было такое, что вам помогло перейти через этот лагерь, через изоляцию? Ну вот как раз образование. Я закончил факультет философии и религоведения, и в силу того, что я, опять же, знал часть этой литературы и более, скажем так, профессионально подходил к каким-то вопросам, которые, может быть, были не видны заключенным без этой части образования, то образование, наверное, мне действительно помогло понять многие вещи, которые я узнал уже в изоляции. Донбасс — это, конечно, регион русскоязычный. Как у вас было с отношениями к России, к российской культуре еще до войны, до начала войны? Ну я имею в виду еще до Майдана. Я был абсолютно то, что называется русскомирным человеком. Я рос на российской культуре, на российской музыке, на русском языке, российском и советском кинематографе. То есть я абсолютно в себя все это впитал. Плюс в дальнейшем еще и добавилось образование уже, но в более таком, знаете, экстравагантном виде. То есть это уже не какая-то такая пропаганда на уровне телевидения. Это уже философия, это уже Достоевский, это какие-то более глубокие вещи. И до 2014 года я как раз был носителем всех этих идей, пока это все в один миг не рухнуло в 2014 году. И оказалось, что это, в общем-то, Достоевский, все эти вещи, это картонная декорация. А на самом деле русский мир и Россия – это подвалы. Подвалы – это война, это танки, это пьяные казаки, которые там стоят, стояли у нас на границе между Донецком и Макеевкой. И, в общем-то, грабили все автомобили, которые просто проезжали. Ну, много, много чего. Но это нужно было увидеть своими глазами, чтобы стряхнуть с себя вот эти идеи. Но вы думаете, это было взаимосвязано? Что как бы все то, что вы вашими глазами увидели тогда, в 2014 году, это как-то было связано с этой так называемой великой российской культурой? Или это было мимо вот этой юбиле? Безусловно, это прямое следствие. У меня даже есть статья, она так и называется «Достоевский и Буча». Но это уже связано с трагедией в Буче после вторжения, но полномасштабно. Но, тем не менее, безусловно, если разбираться в деталях, откуда все это пришло, то, конечно, это все тянется в том числе и из русского языка. Потому что для Украины действительно русский язык это угроза национальной безопасности, потому что под этим поводом Россия якобы защищает русскоязычных. Вот там, где говорят на русском, там кого-то для них нужно защищать. Но, естественно, что если так обстоят дела и так ставится вопрос России, то будет соответствующая реакция в Украине. Но вы сразу все это поняли в 2014 году или постепенно? Нет, конечно, постепенно, понадобился еще целый год, в общем-то, вот этот 2014 год, чтобы окончательно освободиться от этих идей. Но, как только началась история с сепаратизмом и с так называемыми республиками, я сразу сказал, что это вообще не моя история и мне с этими людьми не по пути. То есть, вот тут я как-то сразу сориентировался, что, но опять же, в силу личного опыта, потому что я видел этих людей, я видел тех, кто выходили на сцену в центре Донецка, те, кто их поддерживал, как привозили россиян автобусами, в общем-то, с Ростовской области. И было понятно, что это, ну, мягко говоря, проходимцы, а, скорее всего, просто, ну, такой необразованный криминал, которого пытаются с Москвы ставить вот так называемыми губернаторами, как они тогда себя называли нашего региона. А ваши отношения к Украине, они как-то изменились за все эти годы? Дело в том, что, живя в оккупации Украины, я как таковой не знал. То есть, когда я вышел, а вышел я только в 2020 году, вот считайте, с 2014 по 2020 год я жил не в Украине, несмотря на то, что территориально это была Украина, но это была абсолютно другая реальность. Страна очень изменилась за эти годы, и я этого не чувствовал, даже когда был на свободе, но был в Донецке, да, то есть на оккупированной территории. Поэтому я формировал фактически свое новое отношение к этой новой стране, которую вот приходилось узнавать после того, как я вышел на свободу. И вы приехали в Киев тогда, да? Да, нас всех привезли в Киев. В Киеве, да? Да. И как вы видели вот эту новую Украину? Чем она отличалась от той страны, которую вы знали до начала войны? Не было тотального безразличия. То есть до начала войны в Донецке как-то национальный вопрос вообще не стоял. То есть все равно на каком языке говорить, по большому счету, хотя все, как вы правильно сказали, говорили на русском. Но это касалось, кстати, сказать городской части населения. Села на Донбассе говорят на украинском. Причем украинский там почище будет, чем центральная Украина или даже западная, если сравнивать. То есть там отдельные диалекты. Но вот тут какого-то такого тотального безразличия уже не было. То есть когда я вышел, люди вокруг сознательно переходили на украинский язык или уже говорили на украинском. Они носили на национальные праздники вышиванки, чего тоже я практически не видел в Донецке, да, там за редким исключением. Вот не было безразличия, с которым я сталкивался до 2014 года. А вы сами тоже пытались перейти на украинский? Да, конечно. Для меня это была проблема в каком смысле. Я всегда на 100% понимал язык, но никогда на нем не говорил. То есть мы изучали его в школе. Мы изучали его уже не сам язык, а просто философию украинскую, философию в университете. Но языковой практики у меня не было. Потом я попадаю на 2,5 года в плен и не просто нет практики, а я еще и не слышу языка. И если вы не практикуете и не слышите любой язык, неважно русский, украинский, китайский, он забывается. И, конечно, когда я вышел, мне было достаточно сложно именно практиковать украинский язык. Но я сознательно сразу начал это делать, потихоньку, потихоньку в практике. И сейчас иногда мне даже сложнее говорить на русском, потому что я уже некоторые фразы просто формулирую для себя по-украински и в быту. Но в 95% случаев я, как правило, говорю именно на украинском. Расскажите, как ваша жизнь изменилась после 24 февраля? Изменилась она? Кардинально, конечно. Для меня даже с моим опытом это был шок, потому что я все-таки не верил, что будет вторжение. Я принадлежал к той части людей, которые считали, что это такой грандиозный исторический блеф. И Путин все-таки опытный чекист. И он должен был бы прочитать все риски для себя, понимая, чем является уже украинская армия, как изменилось настроение населения. Ну, в этом я ошибся, как ошибся и он. То есть ему, вероятно, положили на стол совершенно другую картину реальности, которая не имела отношения к Украине на тот момент уже. А я был уверен, что он все-таки не будет этого делать. Поэтому для меня, конечно, это был шок, когда утром я понял, что те взрывы, даже не взрывы, а звуки, от которых я проснулся, это на самом деле взрывы, что ложатся ракеты на военные части рядом со мной. И мать только выехала год как из оккупации, мне надо было ее срочно опять вывозить куда-то. И я в тот момент был не в Киеве, а в соседнем городке Бровары называлось, да, там буквально, может быть, полчаса на машине езды. Я взял такси, я поехал сразу к маме, она уже собрала сумку к тому времени, и я вывез ее на Закарпатье. На следующий день я вернулся в Киев, чтобы вступить в терроборону. Мне дали, как и всем, в общем-то автомат первый раз в жизни, который я увидел, я не успел с него даже толком пострелять, не знал, как это правильно делать. И, в общем-то, вот в таком положении мы оказались в осажденном, по большому счету, практически городе, потому что российские части приближались все ближе и ближе, во всяком случае, в конце февраля, начале марта. И, естественно, та группа людей, с которой я находился, они примерно были в одинаковом со мной качестве. Никто не был военным, никто не понимал, что ему делать, не было для нас, во всяком случае, никакого управления. Войска, конечно, четко отрабатывали свою повестку дня. Но вот те люди, которые влились в терроборону, она только-только формировалась. И, кстати, это, наверное, может быть, один из поводов для скорейшего начала так называемой спецоперации для Путина. Возможно, ему доложили, сказали, что формируются целые бригады территориальной обороны. Пока это еще дело не сформировано, надо бить прямо сейчас. Ну, может быть, единственное в этом он угадал, потому что, действительно, такие люди, как я, в военном отношении не были готовы к этому. Но для вас было очевидным, что вы вступаете в терроборону и не думали, что надо уехать совсем, как бы бросить? Нет, нет, ну, как вам сказать. Во-первых, на тот момент вообще не было даже такой повестки дня среди мужского части населения. В военкоматы стояли огромные очереди. Я сам попал в терроборону по знакомству, чтобы вы понимали. То есть, в военкоматах вообще можно было не приходить, потому что там реально тысячи людей стояли за этими автоматами. Нам автоматы вообще на улице раздали, да, и как-то уже там крайним числом вписали в эту терроборону. То есть, в Украине вот 24 февраля не было среди, по крайней мере, моего круга даже мысли о том, что надо куда-то бежать и пусть там воюют военные, какие у нас есть. Потому что, ну, мы понимали масштаб угрозы, которая шла на Киев прежде всего, да. И тогда даже такие, как мы, которые неподготовлены были, ну, считали необходимым взять в руки оружие. Такие, как вы, так кто это? Тоже журналисты? Журналисты, боксеры, режиссеры, певцы, деятели шоу-бизнеса, некоторые политики даже, да. То есть, вот так. Так называемая интеллигенция, да? Да, да, это вот ядро, громадское ядро гражданского, ядро гражданского общества, я бы так это назвал. Но вы до сих пор в Терровороне? Нет. Нет. Я был там первые полгода, до августа 22-го года, а затем я начал заниматься проектом по поиску российских военных преступников. Мы создали отдельный фонд, и для него нужна была промоуция на Западе. Для этого нужно было иметь возможность выезжать из страны через специальные там бумаги Министерства культуры. Если ты в войсках, то это практически невозможно. Поэтому я вот вышел из Терробороны в августе. А расскажите про деятельность вот этого фонда вашего. Фонд называется Justice Initiative Fund, фонд инициатива справедливости. Смысл нашей деятельности состоит в том, что на нашем сайте вывешены списки и фотографии людей, которые официально Генеральной прокуратурой Украины, либо другими правоохранительными органами подозреваются в совершении военных преступлений. И под фамилией каждого человека вывешена сумма. Определенная сумма в долларах, которую мы готовы платить за информацию, актуальную информацию по этому лицу, либо его передачу государству Украина, кем угодно, каким угодно способом. То есть мы фактически создали такой симбиоз, я бы сказал, израильской практики, когда Израиль искал нацистских военных преступников, в общем-то, столько, сколько они существовали на этой земле. И практики Соединенных Штатов, которые на государственном уровне, на уровне ФБР, например, выплачивают действительно вознаграждение за информацию о террористах. Да, но прокуратура украинская, она то же самое делает, так я понимаю, да? Нет. Или нет? Нет. Вообще никто такого не делает в Украине, потому что мы предлагаем вознаграждение. На сайте прокуратуры вы можете найти хаотичный список всех подозреваемых по всем статьям, которые только выходят в течение дня. Мы взяли четко статью нарушения законов и обычаев войны и предлагаем, в общем-то, вознаграждение с безопасным для коммуникатора механизмом передачи этой информации. А мы, кроме вас, это кто? В борт входит еще 6 человек, это в том числе люди, которые прошли плен, например, Игорь Козловский, это мой преподаватель, профессор, он также узник совести. Это Тайра, известная в Украине волонтерка и военный медик, которая также прошла плен. Это, например, Карен Грину, агент ФБР в прошлом. Это Джанин Диджованис, специалист, правозащитница, которая специализируется на военных преступлениях на Ближнем Востоке. А средства на эти награды у вас? Они формируются исключительно из частных пожертвований любого юридического или физического лица. То есть любой человек, либо организация может от одного доллара положить на счет. Это большинство украинские деньги или международные? Нет. В основном нам приходили как раз донаты из-за рубежа через криптовалюту или систему PayPal. То есть в Украине не так много на самом деле. И сколько преступников вы уже нашли? На самом деле история фонда началась с поимки главного военного преступника изоляции, так называемого Палыча, о котором идет речь в книге Куликовский Денис. Сейчас мы его самостоятельно действительно нашли в Киеве, составили украинские спецслужбы его фактически арестовать, чего они не делали до этого. И сейчас он находится за решеткой, идут судебные заседания, ему грозит до 15 лет. Вот это единственный, наверное, пока на сегодняшний день успешный такой случай. Потому что дело в том, что чтобы работала организация, нужно собрать сумму хотя бы от 100 тысяч долларов с учетом того, какие люди размещены на сайте. Это командиры бригад, это полковники, это генералы, это люди уровня Гиркина того же, который, правда, уже сам находится в тюрьме. Поэтому, естественно, никто не будет рисковать из-за нескольких тысяч долларов, которые у нас там вывешены на сайте, чтобы передавать какую-то актуальную информацию. Да, а тот же Палыч, как он попал в Киев? Вы знаете, это достаточно долгая история, боюсь, мы заберем время. Но если сказать очень коротко, он сбежал из Донецка в Россию, а потом из России приехал сам в Украину, предложив свои услуги нашим спецслужбам, чтобы взамен на свободу. Поскольку он понимал, что рано или поздно его все равно убьет ФСБ за счет того, что он много знал, да, он знал их вообще в лицо, тех, кто отдавал приказы. И вот такая сделка, к сожалению, была осуществлена со стороны наших спецслужб. И он фактически два с половиной года свободно жил в Киеве, не находясь под арестом. Пока об этом не узнал я, и мы раскрутили эту историю, нашли его. И когда служба безопасности уже поняла, что деваться ей некуда, да, сейчас будет огромный скандал, если его арестуют полицейские, например, просто, они все-таки его арестовали. Понятно. И как общество вот это восприняло, что вы его нашли, что он пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами до этого? Вы понимаете, нужно понимать, что в большинстве случаев, если это не касается тебя лично, то обществу плевать. Это новость на один-два дня, в лучшем случае. Да, это была сенсация, когда его арестовали, потому что уже было известно о нем, уже вышла книга, я уже дал там сотни интервью про этого Палыча, оказалось, он живет в Киеве, да. Вы тогда еще не знали. Не знал, нет, дело в том, что он начал жить в Киеве, когда я еще в изоляции сидел, то есть в апреле 2019 года. Я еще находился в плену, да. И как бы я, естественно, и представить себе не мог, что будет вот такая история. Ну да, это все взорвалось как сенсация, но опять же максимум на неделю, да. И то только потому, что коллеги с Радио Свобода и Биллингкет, они подключились к этому и сняли целый сюжет об этой истории, вот. Ну, а так как бы, так и остались эти вопросы без ответа, почему так получилось и кто за это должен нести ответственность. А вы с ним лично друг друга видели после его задержания? Конечно. Так что он знал, что вы за этом? Нет, он не понимает, как он оказался за решеткой, он на суде кричит, что меня, значит, подставили, мне обещали свободу. Ну, в общем-то, его, наверное, люди, которые ему обещали, а не выполнили это обещание, да. Но я ему ничего не обещал. Вот. Поэтому, да, конечно, я его вижу, потому что я бываю на судебных заседаниях, по которым я прохожу как потерпевший. И время от времени выкладываю с ним фотографии там вот в социальных сетях. И извиняюсь за вопрос, но как это было, как вы, во-первых, увидели его после того, как вы его встречали еще в изолансе? Я его не узнал. Ни я, ни остальные бывшие пленные, когда только показали его фотографии спецслужбы, да, мы сказали, ну, это не тот человек, он похудел, он, наверное, килограмм на 30, он скинул просто вес, он, ну, изменился очень сильно внешне, да. А когда я его увидел за решеткой, ну, этот человек абсолютно не изменился. То есть, вот как мы все между собой говорим, и так оно, наверное, есть, он сидит с единственной мыслью, почему я вас тогда всех тварей не поубивал, да. Вот видно по нему, что он жалеет, что нас просто не перебил тогда в изоляции, а сейчас он сам оказался по другую сторону, да. Поэтому этот человек не поменялся абсолютно, и тут как бы тоже никаких сюрпризов. Да, ну а вы лично, что вы почувствовали, как бы? Удовлетворение, я почувствовал удовлетворение, потому что я первый узнал, опять же, по связи со спецификой дела, что ночью его все-таки уже арестовали, мне написал определенный человек, который был в этой теме. Я почувствовал, ну, глубокое удовлетворение, что, правда, я переживал, что его убьют при задержании, потому что, ну, это, это на самом деле огромный вопрос. Он продолжает висеть в воздухе, как так получилось, что он два с половиной года жил, да, в Киеве. И вот, чтобы не давать ему говорить, я думал, что его просто убьют при, ну, скажут, что он оказался в сопротивлении. Но этого не произошло, и теперь, в общем-то, ему грозит весомый срок. Я надеюсь, что все-таки наш суд присудит ему максимальную меру наказания. Максимально сейчас это 20 лет? Нет, по тем статьям, которые ему инкриминируют, 15. В Украине максимальное это пожизненное, а следующий идет 15. А кроме вашего фонда вы работаете как журналист еще? Как публицист. Время времени я пишу, я не делаю журналистские полноценные репортажи, я пишу публицистические очерки с собственной точкой зрения, чем они, в общем-то, и отличаются от журналистики, в том числе и для Радио Свободы. А как вы думаете, что самое главное для Украины во время войны, и как она уже закончится, с вашей точки зрения? Я себе даже в перспективе еще не представляю окончание войны, поэтому то, что будет после, я даже себе представить не могу. Это настолько далеко, непонятно и туманно, что делать какие-то прогнозы сложно. А сейчас это очевидно, нам нужно сохранить помощь Запада, потому что мы просто колоссально от нее зависим критически. И продолжать убеждать западных политиков и западное общество, что помогать Украине в их, прежде всего, в их собственных интересах, чтобы не проливалась там кровь поляков, чехов, французов и немцев. Потому что, ну, чем дальше, тем больше возрастает расслабленность в Европе, что нас это не касается, это все там завязло на Украине, и как-то они сами справятся. На самом деле, ну, если Украина исчезнет с карты Европы, начнется просто глобальный передел мира и катастрофа, прежде всего, для самих европейцев. Но кажется, что сейчас шанс на это меньше, чем в начале войны или нет? Нет, конечно. Это несоизмеримые ситуации. Мы сейчас наступаем. То есть, это вообще себе представить было сложно, даже по сравнению с первыми неделями, когда мы уже выстояли. Но подумать о том, что мы будем наступать против русской армии, было просто очень сложно. Поэтому, да, это идет сложно, контрнаступление с большими проблемами. Мы выбились из всех графиков, которые сами же себе, так сказать, и нарисовали. Но, тем не менее, мы наступаем. Поэтому это несопоставимые ситуации февраля 22-го года и то, что мы имеем сейчас. Но если нас оставят без оружия, конечно же, Россия просто сметет, потому что военный потенциал России и Украины, он не соизмерим. Как жить в такой обстановке, что вы не можете никаких планов на будущее делать? Как вы с этим справляетесь? Ну, в общем-то, планы, они так или иначе все крутятся вокруг войны, да, то есть у людей. Поэтому, ну, кто-то все равно сохраняет бизнес, пытается какие-то там даже налоги платить в бюджет, хотя, опять же, мы, наверное, больше зависим экономически от помощи Запада. Сам я, но опять же, так или иначе связываю свою судьбу с войной. То есть даже занятия вот этими, ну, занятия, условно говоря, военными преступлениями, да, изучением их, расследованием в рамках нашего фонда, это все равно вот та же самая война, только немножко другой угол. Ну, вот сейчас, может быть, я уже, так сказать, вольюсь окончательно вооруженной силой Украины. Большое спасибо, что вы поделились своим опытом. Субтитры создавал DimaTorzok